Здравствуйте, дорогой Суперджамп! Вас так много! Я приветствую Петра Силкина, благодарю вас за слово. Я приветствую всех своих лидеров, наставников, я их тут вижу, близких мне людей, и вижу тех, кого я еще не знаю, но, знаете, нас объединяет одно очень большое дело и наша большая сверхцель. Меня зовут Аюна, я родом из Бурятии, и Суперджамп пришел в мою жизнь 29 марта 2023 года, то есть буквально несколько месяцев назад. Пришел в Петербурге, куда я приехала абсолютно просто, тотально разобранная, обнуленная, с потерянными смыслами, с огромными финансовыми потерями, то есть это было, все происходило в марте, все, знаете, вот как-то вообще вот просто в один момент все схлопнулось, все то, что работало раньше, перестало работать. У меня в семье произошли две большие финансовые потери друг за другом, это потери шестью нулями, ну так, чтобы понимать объем. По здоровью тоже как бы те показатели, за которыми я слежу, они стали сильно качаться, и прогноз был такой, знаете, ну так себе вообще. И в этом состоянии я приезжаю в Петербург и думаю, ну так, я приехала, чтобы картинку поменять, посмотреть вот как бы красоту города, знаете, вот как-то вдохновиться, он всегда меня так поддерживал. Я приезжаю 29 марта и идю, чуть пораньше, и три дня в Петербурге идет снег, просто сутки, трое суток, не останавливаясь, настолько, что мне даже, ну выйти на улицу было вообще, то есть не выйдешь. Я поняла, что, видимо, зачем-то я здесь другим. И вот 29 марта величайшая женщина, просто свет этой планеты, Светлана Ортман, это моя наставница, с которой мы познакомились в 22-м году. Она говорит, Айюна, давай встретимся, я тебя поддержу, побудем вместе, пообщаемся. И у меня был отклик, знаете, потому что других сил, как бы ни на что другого сил не было и не было ресурса вообще. А когда мы с ней встретились, а это надо понимать, то есть как бы снег идет, это каким-то чудом вообще мы с ней встретились. И она стала рассказывать, ну то есть вот давать поддержку, вообще просто обычную человеческую поддержку. И я человек, который в принципе всегда как бы была в ресурсе, то есть у меня много лет какой-то своей духовной практики, много лет путешествий за спиной. Я была вообще как бы разобрана совершенно. И здесь она где-то как бы как-то краешком говорит, есть такой проект SuperJump. А я реагирую на слова, слышу их, и вот этот SuperJump, то есть вот этот SuperPryжок, он как-то вот осел тогда 29 марта. И потом я вернулась домой в Улан-Удэ и думаю, ну как, вот знаете, вот китайцы говорят, то есть пока старое не уйдет, новое не придет. И я отстегнула после этой поездки в Петербург все то, что я знала до этого. Все. То есть все духовные практики, все там йога-занятия, все мантры, которые я читала, все то, даже 12 лет путешествий, я путешественница со стажем, я 12 лет жила кочевницей по миру. И даже это я отстегнула и села за парт. И вот это состояние сделать прыжок, я подумала, что вот как бы в тот момент его очень... То есть я медитировала, знаете, когда раньше было сложно, там что-то практиковала, садилась на коврик, там ездила в разные там ашерамы, аскезы брала, голодала, но я никогда не прыгала. И вот я подумала, можешь мне прыгнуть? И я прыгнула в первый поток. И первый раз это было, ну, странно. То есть какие-то новые задания, такие очень местами смешные, такие как-то даже, знаете, не очень серьёзные. А затем, через 10 дней я поняла, что у меня поменялось состояние. Вот эта базовая штука, она поменялась. И я поняла, что я расширилась. И когда поменялось состояние, вокруг стало постепенно всё сдвигаться. То есть стали появляться выходы из этих ситуаций. Я пошла на второй поток, чтобы погрузиться в это. Я благодарна очень Татьяне Саблину, нашему лидеру. Я благодарна Маргарите. Я благодарна вот тем людям, которые сейчас здесь, которые проходили со мной второй поток. Потому что второй поток стал для меня реально магией. За время второго потока, где-то день на четвёртый, пятый, мне вернули два больших долга. Два. С шестью нулями. За месяц, пока я проходила курс, у меня выровнялись все показатели по здоровью. Доктор не сильно понимал, что происходит. Я говорю, а я как бы, понимаете, я в другом состоянии. Вот я сейчас с ним работаю. Психосоматика сработала. А у меня были ещё и проблемы в личных отношениях. То есть, знаете, такой тупик был. И эта ситуация тоже расширилась. То есть, я увидела, что я, оказывается, могу не просто на семье замыкаться, а что мир гораздо больше. И что мир меня очень сильно поддерживает. И началась вот эта, знаете, распаковка каких-то новых состояний. После этого подключился род. Я из Бурятия. У нас там очень сильная такая, знаете, родовая система. И подключился род. Меня стали поддерживать все родные. Более того, на втором потоке у меня появился отклик провести свой курс. И на мой первый поток пришли все родные. Пришёл мой муж, пришла мама, пришёл брат, пришла невестка, пришёл сын брата. Ну, то есть, у нас такая была очень семейная такая группа. И вот тогда по-настоящему что-то включилось. Включилась вот эта, видимо, магия суперджампа, которая очень тонкая и одновременно она какая-то невероятно космически мощная. И то, что сейчас происходит в моей жизни, это, знаете, вот прям случается. Жизнь случается. И чудеса случаются. Потому что, оказывается, они вот у нас на расстоянии вытянутой руки. И всё через людей. И мир для меня за это время, за эти два месяца всего, он стал большим, он стал очень близким, он стал ресурсным, безопасным. И теперь, когда вот я дотрагиваюсь до сердец других людей, я понимаю, что, знаете, вот очень красиво наблюдать, когда цветок распускается. А ещё красивее наблюдать, когда раскрывается сердце человека, когда вот он начинает жить себя и это транслировать в мир. Я благодарю своих наставников. Я благодарю Марию Иванову, Татьяну Саплину, Маргариту. Я благодарю Светлану Уортман, которая пригласила тогда меня в заснеженном Петербурге в этот чудесный проект. Пригласила прыгнуть. И я благодарю всех вас за то, что вы сейчас здесь присутствуете. Вы невероятные сердца, очень мудрые. Мне с вами очень-очень хорошо. Благодарю вас. И я благодарю вас.